SCP-775. Голодные клещи. Класс объекта Китер. Особый слой содержания. Взаимодействие с SCP-775 следует по возможности осуществлять посредством манипуляторов. В случае необходимости работы с объектом напрямую, осуществлять её можно только в армированном костюме химической защиты второго поколения с замкнутой системой дыхания. В случае нарушения целостности костюма, его носитель немедленно должен быть помещен в карантин и обследован на предмет заражения. Область содержания объекта должна быть обшита листовой сталью. Все швы и стыки следует делать как можно более плотными, но не в ущерб структурной целостности. Единственный проход в область содержания должен быть перекрыт двойной шлюзовой камерой. В случае прорыва хотя бы одной особи SCP-775 обе камеры заполняются 5% раствором гипохлорита натрия сроком на 5 минут или до гибели всех сбежавших особей. Для контроля уровня популяции раз в месяц следует распылять означенный раствор в зоне содержания. Кормление производится не чаще двух данных удаленных и только с разрешения администрации зоны. Описание. SCP-775 выглядит как паукообразные отряда Ихадида, проще говоря, крещи. Отличаются значительно большим размером. Голодная взрослая особь имеет размеры сравнимые с 50 копеечной монетой. Расцветка бывает черная, красная, желтая и серая. Различных оттенков каждого цвета. У взрослых особей 8 ног, у молодняка только 6. SCP-775 способны совершать прыжки на небольшие расстояния и очень быстро передвигаются по твердым поверхностям. Рисунок 1. Частично насосавшаяся особь SCP-775. Тело SCP-775 имеет такую же гибкую структуру, как и тела других клещей, но они гораздо прочнее. Разрыв, сдавливание и разрезание переносится SCP-775 практически без последствий. При этом особь SCP-775 может протиснуться в отверстие в 2,5 мм. Насосавшиеся SCP-775 разбухают примерно в четверо от исходного размера. При этом на способности двигаться это сказывается довольно мало. Ноги SCP-775 очень сильные и способны сам временем выкрашивать бетон. Способ питания SCP-775 является эволюцией такового у обычных клещей. SCP-775 впрыскивает сначала энзим, увеличивающий приток крови к пораженному участку. Затем энзим, разжижающий мягкие ткани. Энзим поражает все мягкие ткани, кроме тех, которые образуют кожу. После этого SCP-775 питается кровью и разжиженными мягкими тканями, пока полностью не насосится. Наевшись, SCP-775 откладывает в носителя или рядом с ним капсулу, содержащую от 20 до 30 новых SCP-775, после чего присасывается снова. SCP-775 питается любыми позвоночными и продолжает свой цикл питания и размножения, пока тело носителя им в состоянии предоставлять ему питательные вещества. Молодняк достаточно часто вгрызается под кожу и питается разжижающимися мягкими тканями. В конечном итоге носитель оказывается высосанным досухом. Целыми остаются только верхние слои кожи или шкуры. После этого SCP-775 откладывают в опустевшую оболочку яйца и отправляются на поиск нового носителя. Жертвы таких клещей на последних стадиях заражения выглядят раздувшимися и бесформенными. Их тела во многих местах покрывают присосавшиеся SCP-775. Гнезда из кожи часто заполняются яйцами настолько, насколько это возможно. Особь SCP-775 достигает половой зрелости через два дня после появления из яйца. Яйца уже для созревания требуются от 24 до 30 часов в среднем. При таком скором жизненном цикле и устойчивости практически ко всем повреждениям популяции SCP-775 растет постоянно и катастрофическими темпами. Для сдерживания уровня популяции эффективен 5% раствор гипохлорита натрия. Залитые им особи погибают в течение нескольких минут. Сведения об обнаружении SCP-775 впервые были обнаружены данной длины. Считается, что первым заразилось семейство сталов. Поисковые отряды нашли в доме столько взрослого мужчину и девушку-подростка. Вероятно, засекречено стало, засекречено лет от роду и засекречено стал, засекречено лет от роду. Соответственно, оба были на последней стадии заражения, засекречено, что сделало опознание крайне затруднительным. Большая часть SCP-775 присосалась к рукам, лицам, ногам и животам жертв. Останки других членов семьи находились в подвале, где SCP-775 устроили в их кожах гнезда. При этом одно из таких гнезд уже лопнуло и было покинуто. В доме находилось несколько тысяч особей SCP-775, причем неизвестно, были ли тела погибших отнесены в подвал родственниками, клещами или же погибшие ушли в подвал, чтобы умереть. Все записи данной удалены, были уничтожены. Копии всех относящихся к делу материалов находятся в архиве.